Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами разберем вопросы и ответы к статье «Пневмония», к статье, которую мы разбираем в рамках проекта «Медицинский английский по Харрисону» или «100 фраз per month. Ваш словарный запах», где мы изучаем с вами медицинский английский по известному руководству Харрисона. В этой серии видео мы с вами сделаем акцент на грамматике и немножечко затронем полезную лексику. Сегодня первое видео и давайте начнем с первых вопросов. Итак, первый вопрос звучит так. Which two major categories is pneumonia classified as? Which two major categories is pneumonia classified as? Порядок слов общепринятый в вопросительном предложении такой. На первом месте вопросительное слово или несколько слов. На втором – глагол помощник. На третьем – подлежащее. На четвертом – основной или смысловой глагол. В нашем случае у нас вопрос, на какие две большие категории классифицируется пневмония. Вопросительное слово состоит из четырех слов. Which two major categories? Какие две большие категории? И такое явление часто встречается. На втором месте помощник у нас is, глагол to be, в единственном числе, как часть пассивного залога. У нас здесь есть пассивный залог is classified, is classified. И is – это помощник глагол, поэтому мы его поставили на второе место. Пневмония – это подлежащее пневмония. И смысловой глагол у нас стоит в третьей форме. Это глагол classified. И он всегда идет с частичкой или со словом as, когда мы говорим на какие категории или как что-то, как что классифицируется пневмония. Если бы у нас вместо слова pneumonia было слово во множественном числе, то мы поменяли бы помощник на глагол are. Все остальное осталось бы тем же самым. Очень удобный шаблонный вопрос, когда мы хотим спросить про классификацию, про типы, подтипы, виды и так далее. Просто меняем. Может быть тут не две категории у вас будет, а больше. Можно вообще опустить слово to и просто сказать which major categories. Если вам нужно множественное число, заменяем. Если нужно заменить заболевание, заменяем. Classified as остается. Теперь синонимы для этого вопроса и для этого ответа. Как еще мы можем выразить мысль о классификации? Мы можем взять еще четыре варианта. Глагол categorize, глагол define, split и breakdown. Это у нас все глаголы будут здесь стоять в пассивном залоге. Еще раз напоминаю, что пассивный залог глагола, как вы уже поняли из всех наших курсов и уроков, он встречается в английском языке в медицине очень часто, супер часто. Его надо знать, его надо не бояться. И когда ты его постоянно видишь, и мы с вами постоянно обращаем на него внимание, то ложится вся эта информация очень легко и просто. Здесь он у нас с вами стоит с модальным глаголом can. И дальше be categorized as be. Глагол to be помощник, третья форма глагола. Если это глагол правильный, это окончание ed, как в случае categorized, divided. Если это неправильный, это третий столбик, таблица неправильных глаголов. Split и broken. Итак, я хочу сказать, что пневмонию можно подразделить на такие-то категории. И говорю, pneumonia can be categorized as. Categorized используется с S, так же, как и classified. Я бы здесь могла бы сказать can be classified as. Или я могла бы взять следующую опцию. Can be divided into. Can be split into. Can be broken down into. Community-quiet pneumonia, CAP. And healthcare-associated pneumonia, H-CAP. Запомнили? Шаблонный вопрос, шаблонный ответ. Меняем только название болезней, название типов, подтипов. И все. Очень просто и легко. Запоминаем. Обязательно добавляем к себе словарики, если вы их пишете. И стараемся придумывать свои предложения. И как только где-то в русском тексте вам встретилось что-то про классификации, что-то про типы, виды, постарайтесь вспомнить эти слова и составить с ними предложение. Next. Дальше у нас с вами идет похожий вопрос с той же самой структурой, потому что глагол здесь также используется в пассивном заводе. Еще хотела сказать один нюанс. Если бы я здесь хотела бы использовать can be, might be, maybe, should be и так далее. То есть, пассив с модальным глаголом, я бы вопрос составила так. Which two major categories can pneumonia be classified as? Can pneumonia be categorized as? Can pneumonia be divided into? И так далее. То есть, здесь бы помощником, который стоит перед подлежащим, был бы модальный глагол can, may, might, should, must и так далее. А второй помощник глагола to be без всяких изменений пошел бы вот сюда. Запоминаем. Так, давайте проанализируем, что у нас здесь. Какой порядок слов? Что? Так, давайте сначала прочитаем. What is the H-cap category associated with? Или синоним. What is the H-cap category linked to? Всегда запоминайте предлоги, потому что очень часто глаголы используются с конкретными, с зависимыми предлогами. Запоминайте их в контексте, и потом это будет очень легко вам использовать. Переводим это предложение так. С чем ассоциируется или с чем связана категория пневмонии, которая называется пневмония, ассоциированная или связанная с оказанием медицинской помощи. Если вы не помните эту тему, открываем статью в Харрисоне, открываем мои видеоуроки, смотрим, вспоминаем и пересказываем себе еще раз. Тот же порядок слов. На первом месте вопросительное слово, но оно у нас одно. В данном случае what? Что или с чем? В английском языке также часто используется вот такое построение фразы, когда мы предлог ставим не в начало, а в конце. А по-русски надо перевести не что, а с чем. Ассоциируется с чем связывается. А в английском этот предлог with или to будет стоять чаще всего в конце. На втором месте, так же, как и здесь, помощник. Глагол to be. Дальше подлежащий у нас это категория с названием пневмонии. Обратите внимание, что здесь определенный артикль перед категорией. Дальше на четвертом месте наш основной смысловой глагол в пассивном залоге. Это третья форма глагола и требуемый к нему предлог. Ассоциируетит всегда с предлогом with, линкт всегда с предлогом to. Произношение ассоциируетит, вы тоже запомнили, я думаю, что два варианта ассоциируетит и ассоциируетит. И дальше у нас тут были с вами критерии в нашей статье основной, что относится к категории вот этой самой h-cap пневмонии. И в ответе мы также можем использовать is associated with или is linked to. И когда там у нас с вами был значок, кстати, больше, меньше, равно, вот такого типа значки, и чаще мы будем произносить это так. 48 hours or longer. Теперь, когда мы говорим про... Здесь у нас с вами было выражение в течение последних или предшествующих трех месяцев. И вот какие могут быть варианты. Во-первых, предлог может быть within, within в рамках. Может быть предлог over, за какой-то промежуток времени. И дальше с определенным артиклем у нас стоит связочка. Может быть past, прилагательный, прошедший прошлые три месяца. Может быть previous, предыдущий, prior, preceding. Это все синонимы, когда мы говорим о прошедшем периоде времени, о прошедших, предшествующих прошлых трех месяцев. Past, previous, prior, preceding three months. Дальше в этом плане у нас с вами больше здесь не было какой-то важной информации. Ну давайте возьмем в данном видеоуроке еще одно предложение. What are four phases through which classic Loubert pneumonia evolves? Или what are four phases through which classic Loubert pneumonia progresses? Специально составило для вас непростые предложения, непростые вопросы для того, чтобы вы могли потренировать. Дословно, давайте сначала общий смысл, а потом как это буквально переводится. через какие четыре фазы проходит или эволюционирует, развивается, прогрессирует классическое долевое внимание. Как стоит вопрос? Фактически сам вопрос – это вот эта часть, вот эта часть. Какие четыре фазы? Какие четыре фазы? Вопросительное слово. Обязательно помощник глагол are и дальше подлежащие четыре фазы. Дословно это звучит как бы так. Каковы есть четыре фазы? Обязательно не упускаем вот этот глагол to be, глагол are. What are four phases? Мы знаем, что в русском мы говорим просто какие четыре фазы. А в английском нужно сказать, каковы есть четыре фазы. В русском мы говорим как твое имя? Как твое имя без глагола связки. В английском мы говорим what is your name? У нас должен быть глагол связка. Тот же самый порядок и здесь. What are four phases? И это другой вариант вопроса. Это вопрос с глаголом to be. Здесь у нас нет других глаголов. У нас есть только глагол связка to be. Поэтому запоминаем. Каковы есть четыре фазы? What are four phases? И дальше как бы просто дополнение к этому вопросу. Через который so which, классическая налевая пневмония, classic rubor, пневмония эволюционирует, проходит, прогрессирует, развивается. Глагол evolve часто используется, когда мы говорим о стадиях каких-то, о развитии чего-то. Или глагол progress. Evolve or progress. Здесь он у нас с окончанием s. Evolves и progresses. Почему? Потому что мы говорим через который, классическая долевая пневмония, пневмонию можно заменить на местоимение it, оно требует у нас окончания s в present simple. А это как раз present simple. И в ответе мы опять не забываем вот этот глагол to be. Four phases in a classic pneumococcal pneumonia are as follows. Edema, red and gray, hepatization and resolution. Resolution – это разрешение симптомов, разрешение воспаления в данном случае. Четыре фазы в классической пневмококовой пневмонии есть следующие. Есть. Не забывайте вот этот есть. В русском мы так не говорим, но в английском вы должны мыслить все время с этим глаголом-связкой. Есть. Четыре фазы. И так далее. И запоминаем еще, у нас есть такое выражение as follows. Просто следующее, вместо того, чтобы сказать следующее, мы говорим as follows. Итак, если вам было что-то непонятно в этом моем объяснении, в этом моем объяснении, это значит, что у вас недостаточно базовой грамматики. Таких понятий, как форму глагола to be, пассивный залог, местоимение, present simple, вопросительные слова и так далее. Поэтому специально для таких людей мы будем делать курс новый по основам грамматики, которые используются в медицине. То есть будем брать именно те темы и в том контексте, которые мы встречаем в медицинской сфере, в медицинском английском. Будет у нас обязательно объявление в большой группе. Если вы не подписаны на рассылку, подпишитесь, чтобы не пропустить. Не пропустить. Если вы знаете, что это может быть полезно кому-то из ваших друзей, знакомых, коллег, тоже обязательно расскажите им о предстоящем курсе по грамматике. На сегодня все. В следующий раз мы с вами продолжим, продолжим разбирать вопросы и ответы. Много полезного, много интересного. Даже для тех, кто уже знает, для того, чтобы еще раз вот эти сложные вопросы разобрать и синонимы и варианты ответа, обязательно посмотрите следующие видео уроки. Уверена, что они будут вам полезны.